МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я еще не понимала этого. Я хотела быть и артисткой, и балериной вместе взятых. И потом я в первом классе пошла во дворец пионеров и сказала, примите меня, пожалуйста, потому что я должна у вас быть, потому что я хочу играть. Вот почему, я не знаю. Ну как, разместились? Да, спасибо. Значит, вы планируете подъехать через недельку? Да, думаю, не раньше. Я надеюсь, ее без меня никто не обидит. Уверяю вас, у нас здесь никто никого не обижает. Все так говорят. До свидания. До свидания. Может, мне еще носик утереть? Споры с режиссером бывают во время репетиций, но такие дипломатические у меня лично всегда бывают. Я никогда не бываю категоричной риска, потому что я все равно знаю, что я сделаю так, как я чувствую. Почему без стука? Это еще что такое? Подпишите заявление, пожалуйста. Изволь. Принцесса. Однажды после вот такой жесткой съемки ко мне подошел какой-то работник, я не помню, он был то ли зафреквизитом, вот что-то такое. Он ко мне подошел и спросил меня, а вы что и в жизни такая, не приведи господи? Я говорю, нет, я совсем не такая. Я наоборот спокойная и достаточно мягкая. Левушка, можешь тебе давление измерить? Да, да, сейчас. Надя, сядем за стол, давай сидим твои замечательные крендели. Левушка, ты меня не слушаешь. Когда меня спрашивают, скажите, пожалуйста, Людочка, а ваш муж тоже артист? Я говорю, про которого из них спрашиваете? Сейчас они разными профессиями занимались. Вот, среди них было два актера, вот, и не артисты. Лев действительно был замешан в чем-то серьезном, в плохом. Ну что вы, Надежда Алексеевна, конечно нет. Вы же знали вашего мужа. Лев Сергеевич ни в чем плохом не был замешан. Я не люблю занудливых, я не люблю жадных. Ну и, естественно, не говоря о том, что если это еще тем более предатели оказываются в итоге. Вот, я все сделаю, чтоб свой гостел за моего мальчика. Я ко себе ягу. Что вы говорите такое? Он же не виноват. Серва. Твой под колон. Разные были работы. Вот, например, мать Стаса. У меня там небольшая роль, ну, драматическая. Такую глубину и трагизм, потеря сына, мне первый раз пришлось сыграть. Прожить, наверное. Так правильно говорить. Я вот так иногда, ну, подводя некоторые жизненные итоги, вдруг поняла, что эта профессия для меня вообще самая главная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова